Хотите показывать крутые фокусы с чтением мыслей даже без реквизита и подготовки? Есть очень крутая книга по ментальным фокусам «Система разума». Можно реально обмануть даже фокусника, ведь все эти трюки с внушением работают. В магазинах эта книга стоит 400 рублей, но если вы перейдёте по ссылке в описании, используйте промокод NERA и получите скидку. Переходите по ссылке, там есть отзыв об этой книге от меня. Лично рекомендую. Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Нера Янг. Сегодня я покажу вам обучение на фокус, который недавно был на канале. Вы собрали 1500 лайков, ну и разумеется я выпускаю подробное обучение. По ссылочке в описании вы сможете посмотреть это видео предыдущее. Ну и разумеется поставьте лайк на это видео. Давайте здесь наберём 1500 лайков и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео здесь же. Мы будем использовать 4 карты и это 4 туза, как ни странно. Вот так же нам нужно будет, чтобы зритель сказал стоп и запомнил вот эту карту. Он её запоминает и она уходит куда-нибудь в центр колоды вот так. Теперь с помощью 4 тузов мы будем её искать. Первый туз, второй, третий и четвёртый. Давайте отложим их вот сюда. И заметьте, что из всей колоды он мог выбрать любую карту, так? И смотрите, тузы подскажут мне, что это была за карта. Я пролистаю их один раз. Карта была чёрной. Пролистаю второй раз. Крестовой. Давайте перевернём крестового туза. И пока что отложим вот сюда. А теперь найдём вашу карту. Вот так. Странно, это туз. Хм, наверное, поэтому здесь находится ваша карта. Валет кресте. Но это ещё не всё. Если я возьму туза и встряхну его, он превратится в трёх оставшихся валетов. Ну и разумеется, у нас небольшая неполадка. Нам нужно вернуть туза. Всё, что нужно сделать, это встряхнуть эти три. И у нас будет снова 4 туза. Для этого фокуса нам понадобится взять 4 тузов. Вот таким вот образом. И разумеется, ещё 4 валетов. Это вся подготовка. Валетов мы складываем следующим образом. Мы берём колоду и наверх колоды кладём всех 4, просто вот так, по-обычному. И нам нужно знать, какой валет у нас самый первый будет. Вот у нас в этом случае крестовый. Его мы будем навязывать зрителю, но это уже чуть позже. После этого мы также складываем точно так же тузов. То есть главное, чтобы у нас туз кресте также был первым. Ну просто так будет удобнее. Показываем зрителю тузов и откладываем их в сторону. Теперь нам нужно навязать вальта кресте. Как мы это делаем? Мы делаем свинг-кат. Сейчас объясню, как его делать. Это обычное подснятие. Берём большой и средний палец и указательным подрезаем вот так. Ставим мизинчик. И вот так вот на брейке держим этот зазор. Пролистываем колоду. Зритель говорит стоп. И мы срезаем с мизинца, разумеется. Даём ему запомнить, разумеется, нашу карту, которую мы навязываем. Он её запоминает. Мы ставим мизинец и накрываем. Для того, чтобы сконтролировать эту карту наверх. Просто подрезаем с мизинца. И у нас все четыре валета, разумеется, находятся сверху. Что мы делаем дальше? Мы показываем зрителю тузов. И в этот момент, когда мы их поднимаем, нам нужно поставить брейк. Вот так. На карте. То есть, смотрите. Мы подняли, поставили брейк. И теперь у нас пять карт будет на брейке. Смотрите, что мы делаем. Мы складываем всё это дело и поднимаем вот так, большим и средним пальцем. Указательный, разумеется, придерживает. Мы слистываем вот так первую карту и переворачиваем вторую, третью. И четвёртую мы слистываем, но держим брейк на ней большим пальцем вот так. После этого сравниваем всё это дело с колодой. Оставляем эту карту и четыре откладываем вот так. То есть, там у нас три туза и валет. Что мы делаем дальше? Мы поднимаем эти четыре туза вот так. Смотрите. Ну, зритель думает, что там четыре туза. И пересчитываем их. Пересчитываем вот так по одной первый раз и говорим, твоя карта чёрная. Так как мы знаем, какого валета мы навязывали. После этого пересчитываем ещё один раз. Валет у нас сейчас снизу. Раз, два, три, четыре. И говорим, твоя карта крестовая. И в этот же момент вот так переворачиваем три оставшиеся. То есть, здесь не будет крестовый мастер. Это ещё раз, ну, докажет зрителю, что мы знаем, что реально его карта крестовая. Откладываем и говорим, сейчас попробую найти твою карту. И нам нужно проявить верхнюю карту. Я делаю это топ-шотом. Кстати, в подсказке будет обучение. Обязательно переходите, научитесь. Просто делаем топ-шот. Ну, а для новичков я, в принципе, сейчас объясню, как это можно сделать полегче. Мы делаем вот такое проявление. Очень простое. То есть, мы как бы подснимаем колоду и находим, как будто бы, из середины карту. Мы делаем тот же самый свинг-кат. Только мы не складываем вот так, а просто бросаем вот так вот пачку. И получается, порядок вообще не меняется. Вот так это выглядит с картой лицом вверх. Оп. Подсняли. Нашли. И все, все очень просто. Теперь, что мы делаем дальше? Мы говорим, что так странно. Почему-то здесь туз. И тянемся за этой картой. И когда мы ее переворачиваем, когда мы берем ее в руку, нам нужно будет сделать брейк левой рукой на четырех картах. На нашем тузе и трех валетах. Вот так. Поднимаем, переворачиваем. Зритель обращает на нее внимание. И в этот момент мы делаем брейк. Дальше нам нужно сделать сменку shake change. То есть вот такую вот. Мы поднимаем все четыре карты и делаем сменку. Вот так. Раз, два. И делаем сменку. Кстати, в подсказке также будет обучение. После этого мы откладываем вот этих трех валетов. И нам нужно поднять вот этих тузов. И в этот же момент поставить брейк мизинцем. Вот так поднимаем. Ставим брейк. Демонстрируем их. И переворачиваем. И поднимаем все четыре карты с брейка. Стряхнули. И говорим, что все. Все четыре туза на месте. А если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. С вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. И да, можете посмотреть предыдущие видео. Субтитры сделал DimaTorzok